Добрый вечер! В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии телекомпании «Черкесск» Фатима Куршева. О главных событиях и значимых моментах из жизни республиканской столицы за минувшую неделю в репортажах наших корреспондентов. Итак, сегодня в программе. 1 сентября более 6 тысяч первоклассников в Карачао-Черкесии услышали первый школьный звонок. В День знаний для них были проведены торжественные линейки и тематические уроки. И экономия семейного бюджета и меньших хлопот маме. Учащихся младших классов начали кормить бесплатным горячим питанием, что входит в школьное меню. Вынужденная мера после некоторой паузы в Черкесске вновь начали проверять соблюдение на объектах торговли и пассажиров перевозок требований по профилактике коронавирусной инфекции. Архитектурный облик кривым зеркалем. Можно ли остановить самовольное увеличение квадратных метров жилья? Знать, чтобы помнить. Диктант Победы писали от Калининграда до Чукотки. Люди разных профессий и возрастов. 1 сентября в этом году учителя, школьники и их родители ждали со смешанными чувствами. Ведь еще с начала летних каникул ходили упорные слухи о том, что дистанционное обучение в связи с пандемией продолжится и в новом учебном году. Однако этого не случилось. Первый звонок для 17 миллионов российских школьников прозвенел не по интернету, а традиционно на торжественных линейках, посвященных Дню Знаний. Правда, их участниками по рекомендациям Роспотребнадзора стали только первоклассники и те, кто в этом году переступят школьный порог в обратном направлении. Учащиеся 11 классов. Я, три, он, она, вместе целая страна! Конечно же, главными героями Дня Знаний являются те, кто только начинает к ним свой путь. Первоклассники, нарядные и серьезные дамы в белых фартуках, кавалеры в костюмах и галстуках. Но в любопытных глазах все же читается, что они пока еще дети, цветы жизни. С цветами настоящими в руках. Мы надеемся, что с вашим приходом в нашей гимназии будет больше побед на олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах. Мы верим, что самые лучшие первоклассники пришли сегодня к нам. С этим утверждением наверняка поспорят директора и педагоги других школ Черкесска. Ведь если относительно новая 19-я гимназия в этом году лишь в пятый раз распахнула свои двери первоклассникам, то, к примеру, шестая общеобразовательная школа республиканской столицы в этом году отметит свое 95-летие. И из-за ее парт во взрослую жизнь вышло уже несколько поколений, среди которых было и есть много достойных и уважаемых людей республики. От имени всех бабушек я хочу поздравить вас с этим праздником. Когда-то эту школу закончил мой сын золотой медалью. И вот сегодня я привела сюда свою внучку в первый класс. Желаю вам, мои маленькие, но сегодня все такие серьезные и взрослые, любить своих учителей, любить свою школу всей душой. Поздравить педагогический коллектив учащихся и главных виновников торжества первоклассников с Днем Знаний в шестую общеобразовательную школу Черкеска пожаловали глава КЧР Рашид Тимрезов и мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. В этом году за школьные парты Карачаева-Черкесии впервые сядут 6 тысяч бывших дошколят. И это достаточно яркий демографический показатель. Для сравнения, в 2017 году первоклассников в республике было втрое меньше. Впрочем, главные положительные изменения должны измеряться не количеством учащихся, а качеством образования. Вам повезло вступить в мир знаний в очень интересное время. Современные компьютеры и технологии станут помощниками на пути, а ваши учителя – надежными проводниками. В последние годы количество учащихся в вашей школе заметно увеличилось, а следовательно возникла необходимость в расширении ученических мест в школе. Мы в ближайшее время планируем приступить практически к строительству новой школы, ну, мы ее будем называть пристройкой, там порядка 400 мест и хорошей спортивной инфраструктурой. Я искренне поздравляю вас с днем знаний, с началом учебного года. Сегодняшний праздник, он такой один из самых светлых и добрых праздников осени. И он особенно волнительный для наших первоклассников, которые сегодня впервые переступят порог школы. Я желаю вам, ребята, чтобы вы были целеустремленными, любознательными, обрели новых друзей и радовали своих учителей и родителей своими успехами. И вот кульминация праздника, первый звонок. Одиннадцатиклассники, которые в этом году переступят школьный порог в обратном направлении, за ручки заводят свою подрастающую смену в школьные кабинеты. Именно здесь определится их дальнейшая судьба. Кто-то станет талантливым врачом или учителем, известным ученым, прославленным спортсменом или генералом армии, а кто-то, возможно, министром или мэром своего родного города. За примерами далеко ходить не надо. Вот они на доске почета в школьном коридоре. Да, вы, да, Александр Степанович, уже нет, к сожалению, его. Станислав Галетий Копич. Ну а чтобы ребенок не сломал зубы, а гранит науки, очень важно сделать так, чтобы учеба вызывала у него интерес, приносила новые открытия, эмоции и впечатления. И это общая задача родителей и учителей. Руслан Альботов, Михаил Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Никаких химикатов, пищевых добавок и ГМО. С 1 сентября более 7 миллионов школьников должны получить здоровые, горячие, а главное, бесплатные завтраки. Или обеды, если ребенок учится во вторую смену. Такой наказ дал еще полгода назад президент Российской Федерации Владимир Путин. 15 февраля в своем послании Федеральному собранию. Чем кормят детей в школах Черкеска, поинтересовалась наша съемочная группа. Расскажите, какое меню сегодня, чем будете кормить деток? Каша обшелная с маслом, сыр порциями, яйцо отбавное, две порции и яблоки. Я смотрю, вы трудитесь здесь как пчелки, наверняка с самого утра. Вот во сколько на работу приходите? В 4 утра мы уже на работе. И стараемся, чтобы детям было вкусно, чтобы им хватило. Рабочий день повара 13-й гимназии Черкеска Анжелы Мамбетовой и ее коллег начинается рано утром. Уже в 8.40 на завтрак в столовую придут малыши. К этому времени поварам нужно не только приготовить пищу, но и накрыть на столы. Всего сегодня нужно будет накормить более 400 ребятишек. Все они учащиеся начальной школы 13-й гимназии. К этой программе мы, конечно, до начала учебного года тщательно подготовились. Было закуплено достаточное количество посуды, оборудования, что у нас не хватало. Докупили и посуду, и стаканы, и вилки, и ложки для того, чтобы мы одновременно смогли без задержки накормить всю начальную школу. Одни классы сменяют другие. И так пока все не будут сыты и довольны. В школах для младшеклассников организован посменный прием пищи. Во-первых, не все столовые рассчитаны на то, чтобы одномоментно принять несколько сотен ребятишек. Во-вторых, меры безопасности, введенные в связи со спространением коронавирусной инфекции, никто не отменял. Мы организовали работу школы в две смены, но в каждой смене две ленты с интервалом 20 минут, для того, чтобы дети меньше соприкасались друг с другом. Поэтому питание в столовой тоже проходит по специальному алгоритму, который мы расписали. Не более четырех классов. Три-четыре класса за один заход. Вкусно сегодня кормят детишек и в 17-й гимназии Черкеска. На завтрак суп, бутерброд с сыром, яйцо куриное, какао и яблоки. На стенде, расположенном в столовой, расписано меню на несколько дней. Есть в нем и мясные, блюда и молочные, овощи, фрукты и различные крупы. Все, что необходимо растущему организму. Каждый день будет меняться меню. Здесь на завтрак, на обед это все будет меняться. И любой человек придет, может посмотреть и узнать, в обед что принимает ребенок. Завтра, вот сегодня, смотрите, какой насыщенный был обед. То есть завтра. Там и курица, там и бутерброд, яблоко. Я считаю, это очень калорийная пища для детей. Законодательные изменения обязывают школу предоставлять качественное, здоровое и полноценное горячее питание. Оно должно быть сбалансированным, помогать детям восполнять энергию и способствовать их физическому развитию, отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Категорически запрещается пользоваться сырьем, полученным с помощью ГМО, химикатов, пищевых добавок. Меню разработано горячего питания управлением образования города Черкеска совместно с Роспотребнадзором. Оно меняется на 10 дней. 10 дней разнообразное, каждый день неповторяемое. И следующий цикл еще 10 дней. Значит, содержание в меню содержатся белки, углеводы, жиры, минеральные вещества, которые очень полезны для развития подрастающего поколения нашего. Значит, что там, молочная продукция, там это, значит, какао, яйцо отварное, запеканка творожная, затем рыба, мясо, птица, гарниры всевозможные. Вот, очень разнообразное, и я считаю, наши детки будут очень сытыми. Для реализации наказа президента необходимо было в первую очередь обеспечить инфраструктуру в российских школах, оборудовать буфеты, организовать кухню, наладить систему снабжения продуктами. Еще в начале 2019 года прокуратура республики провела масштабную проверку, которая касалась вопроса в обеспечении школьников горячим питанием. Тогда выяснилось, что из 181 образовательного учреждения республики только в 145 работают столовые, в 30 буфеты. Конечно, условия везде разные. Есть школы, где просто нет и никогда не было пищеблоков и столовых. В некоторые из них горячее питание начали подвозить уже готовым, в контейнерах. В некоторых школах, ну, две у нас школы в городе, и нет своего пищеблока. Вы туда готовую еду доставаете? Вот расскажите, как это происходит, где готовите? В школу номер 12 и 7 мы возим уже готовые блюда. Нам готовит 17-я школа. И мы в термосах будем развозить, естественно, то и в 7-ю, и в 12-ю школы. На минувшей неделе президент страны вновь напомнил своим подчинённым о необходимости как можно скорее решить проблему с организацией питания малышей в школах, в том числе связанных с отсутствием столовых в малокомплектных школах. 75% примерно школ готовы к тому, чтобы принять эти средства, федеральные средства, и провести соответствующую работу. Вроде бы 75% это много. Но я хочу сказать, что 25% не готовы к школам. Вот это много. Семьи, которые направляют детей в эти малокомплектные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи, которые будут пользоваться этой федеральной льготой. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года. Предполагается, что каждая семья сможет сэкономить не менее 12 тысяч рублей в год на школьном питании. Для многих семей это очень ощутимая помощь. Главное теперь – потратить эти средства с умом. Так, чтобы ученики кушали в школьной столовой с удовольствием, чтобы тарелки становились пустыми. Татьяна Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели. За деньгами не спешат. Пенсионный фонд Карачао-Черкесии напоминает семьям, имеющим детей до 16 лет и не подавшим еще заявления на выплаты в связи с пандемией, что сделать это они могут до 1 октября. Времени остается мало. По подсчетам сотрудников ПФР в республике не обратились за средствами порядка полутора процентов от общего числа граждан, которым полагаются эти меры поддержки. Отделением и территориальным органом и подведомственным отделением были проведены комплекс мероприятий информационно-разъяснительного характера, чтобы довести до населения о праве воспользоваться этими выплатами. Неоднократно освещалась эта тема в средствах массовой информации. И пользуясь случаем, сейчас хотела бы обратить внимание населения, что есть лица, которые не обратились за этими выплатами. Срок выплаты истекает 1 октября, и мы активно вас призываем воспользоваться этим правом, обратиться с этим заявлением и получить эти выплаты. Заявление на получение выплат можно подать через портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ. Также напоминаем, что в пенсионный фонд можно обратиться пока еще только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам территориальных органов ПФР, указанных на сайте в разделе «Контакты региона». Кроме того, с апреля пенсионный фонд приступил к проактивной, беззаявительной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после регистрации рождения ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически. Мамочке теперь не нужно обращаться в ПФР за сертификатом. Все необходимое для этого пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о регистрации рождения ребенка автоматически поступают из государственного реестра ЗАГСа. Пенсионный фонд в своей системе информационной будет загружать сведения из ЕГЭР ЗАГС об актовых записях о рождении детей. На основании этих записей будет проведен комплекс мероприятий по определению права. Им в дальнейшем выдан электронный сертификат и направлен в личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Эти мероприятия, как я уже сказала, проводятся с 15 апреля текущего года по актовым записям детей, которые рождены с 15 апреля. Но помимо этого, пенсионный фонд приступил к выдаче проактивного сертификата по ретроспективным сведениям. Это означает, что за период с 1 октября 2018 года и по 15 апреля 2020 года актовые записи, которые внесены в ЕГЭР ЗАГС, они поэтапно будут предоставляться в пенсионный фонд. По этим актовым записям также будет проведен комплекс проверочных мероприятий и по результатам определены права граждан на материнский семейный капитал. Каким вы хотите видеть свой двор? С таким вопросом сотрудники мэрии Черкеска обращались на минувшей неделе к жителям, чьи дворовые территории значатся в программе благоустройства на 2021 год. Ведь именно горожанам затем пользоваться тем, что будет сделано строителями. Нужны ли дополнительные лавочки, расширенная парковка, детский игровой комплекс и так далее. Пока все находится на стадии дизайн-проекта, можно вносить любые коррективы. Наш корреспондент Артур Мхцеп побывал на некоторых встречах с населением и понял, что кое-где предстоят жаркие споры о том, что именно появится на обустраиваемых территориях. Пожалуйста, не делайте вовред нам. Деревья должны быть сохранены. Мы же слышали в других дворах, там что творится. Накатали дворы, свое сделали и ушли. Жить будем здесь и выживем. У нас другого ничего нет. Вы бы лучше бы нам дом бы отремонтировали. У меня крыша печет. Порой такого рода претензии горожане высказывают представителям мэрии Черкеска, которые приходят к ним с дизайн-проектами благоустройства дворов. Конечно, людям хочется жить в комфортных условиях, но капитальный ремонт зданий и федеральный проект «Городская среда» – не одно и то же. И если на первое они периодически отчисляют деньги в специальный фонд, то второе для них делается, по сути, бесплатно. Но так как пользоваться создаваемыми благами предстоит именно жителям многоквартирных домов, им предложено самим определить, что они хотели бы видеть в своих дворах. Давай же сейчас конкретно выслушать, что нам предлагают, что потом мы могли как-то эту... Никогда здесь машин не было, в этот спальный район. Здесь сейчас машины важнее, чем наши дети, наши внуки. Я здесь, знаете, сколько? Более 40 лет живу. И вот этого не было. С утра до утра машины сигналят, приезжают, гудят. Как мне инвалиду спать? Я с матиком встала в этом доме. После получения предварительного дизайн-проекта этим жителям 80-го дома по улице Красноармейской предстоят жаркие дебаты уже между собой. Всё-таки настолько разные у них предпочтения. Кто-то хочет тихий, спокойный двор без автомобилей. Другие мечтают видеть здесь большой детский игровой комплекс и целую спортивную площадку. Нынешняя давно превратилась в пыль. Третьи пожелали отгородиться шлагбаумом, чтобы сюда не въезжали посторонние машины. Иные, наоборот, обеспокоены, что транспорт экстренных служб реагирования не сможет своевременно добраться к нуждающимся в помощи. В любом случае, чтобы люди не захотели видеть под окнами своих квартир, они должны решить это все вместе, чтобы потом не было претензий к подрядчикам и городским властям. Собственники сами видят, как лучше будет выглядеть их дворовая территория, как им будет удобно. Естественно, мы максимально хотим угодить жителям, потому что это всё делается для них. Во-вторых, программой предусмотрено согласование дизайн-проектов с собственниками помещений. А в этом дворе по улице Советской горожане, наоборот, пожелали избавиться от деревьев. По их мнению, тополя давно и жили свой век. Да и территория огорожена так, что солнечный свет вряд ли будет доставлять большие хлопоты. Заявка была комиссией принята, рассмотрена, принята, и мы попали в адресную перечень. Многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустраиваются по данной программе. В программе предусмотрен минимальный перечень видов работ и дополнительный перечень видов работ. Минимальный – это тот, который будет делаться обязательно. Это проезд будет отремонтирован. Затем сделаны парковочные места, установка детской игровой площадки, установка лавочек, установка урн, освещение, съезды для маломобильных групп населения. Не к подъездам, а именно то, что будет во дворе, к каким-то местам площадки отдыха, детской площадки. Впрочем, и здесь горожанам придется искать компромиссное решение. Так, одна женщина ни в какую не хочет убирать или перенести в сторону грядки, за которыми она ухаживает. Однако такая принципиальность может помешать установить во дворе всё, что хотели бы остальные жители дома. Проходившие в течение недели встречи с горожанами показали, что люди действительно заинтересованы в преображении облика своих территорий. После десятилетий тишины рядом с их домами через несколько месяцев наконец-то будет что-то полезное для различных категорий граждан. От малолетних детей до пенсионеров, от желающих спокойно провести время на свежем воздухе до любителей активного образа жизни. У нас всего попало туда 82 дворовые территории на декабрь 2017 года. У нас было 8 членов комиссии. Мы объездили все 82 двора. И существуют критерии программы, какой двор раньше, какой двор позже. То есть сильно разбит, не сильно разбит. Мы ещё смотрели, если вы помните, очень сложная программа была, насколько вы платите коммунальные услуги. Теперь у горожан есть непродолжительное время на расстановку приоритетов. Затем подписанные жителями дизайн-проекты будут доработаны с учётом их пожеланий. Реализация намечена на весну-лето следующего года. Артур Махцемиха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Как остановить черкесский самовольное увеличение квадратных метров жилья? Этим вопросом не первый год заняты специалисты мэрии региональной столицы. Где-то удаётся на начальной стадии остановить самострой. В других случаях дело доходит до выдачи предписаний на устранение нарушений и судебных разбирательств. Собственно, это, скорее всего, ожидает хозяйку одной из квартир в центре города, у которой вместе с сотрудниками отдела жилищного контроля побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Срок предписания стёк, когда он в сроке выдавал, надо привезти всё к первоначальному виду. Он и стёк у вас. Мы сейчас ещё раз хотим посмотреть всё. Уже протокол по 19 придавать. Снаружи смотреть. Отправляемся туда, куда нас послали – на улицу. Со стороны проезжей части весь дом как на ладони. На разных этажах заметно несколько переделанных балконных конструкций. Но если одни выполнены без нарушений, собственники лишь утеплили их и навели марафет, то другие увеличены в размерах. И не исключено, теперь могут создавать угрозу для жителей пятиэтажки. Вряд ли строители при расчёте нагрузки на стены догадывались, что спустя десятилетия на них повесят дополнительный груз. Но даже на этом фоне выделяется один из балконов. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства в мэрии муниципального образования города Черкеска поступило устное обращение от жильцов о том, что в данном квартирном доме производится реконструкция, а именно увеличение балкона от первоначального проектного решения. В ходе осмотра факт увеличения балкона был подтверждён. В связи с чем собственнику данной квартиры, где мы выявили нарушение, был составлен протокол и выдано предписание с указаниями срока для привлечения сёстров на начальный вид. Срок истёк в последние дни лета. Однако ничего не изменилось ни в конструкции здания, ни в желании собственника сохранить всё как есть. Побыть нормально, воздухом подышать. А у меня балкончик был вот такой. Я даже не пообещалась там. Прямо набросились на меня. Пошли вы, вот, 38-й дом. Вот здесь 38-й дом в отзоре у нас. Пойдите, посмотрите. Там я вам скажу, сколько таких балконов. Там все такие. Там все такие. Ну и в чём проблема? Проблема в том, что все они. И, между прочим, дом от этого хуже не стало. Хотите, я вам покажу фотографии? Я по всему городу фотографировала. Прямо возле мэрии, детский мир бывший. Там сколько таких балконов? Понять женщину тоже можно. Нескольким взрослым людям довольно проблематично комфортно уживаться в маленькой квартире. Хочется хотя бы немного личного пространства. Расшириться пусть и за счёт, по сути, общего имущества собственников дома. А по закону таким являются в том числе ограждающие несущие и ненесущие конструкции здания. Те же наружные стены. У вас в паспорте БТИ что указано сейчас? Потому что в каждом документе должны быть определенные параметры, в том числе и пристройства. Это тоже есть. То, что было. Так они будут рассматривать, если в письменном заявлении указали, потому что после получения разрешены. Да. Я хочу получить этот балкон. Но разрешение не выдаётся. Почему? На разрешение балкона не выдаётся. Если бы это у вас было переполнено. Это же нежилое помещение. Разницы нет. Насколько сильно увеличен балкон? Чуть-чуть, наверное? Нет. Разницы нет, насколько он увеличен. То есть есть проектное решение, нельзя отклоняться от определенных норм. То есть нарушением является даже минимальное увеличение размеров балконной коробки. Закон не предполагает исключений. Однако, если посмотреть вокруг, как предлагает хозяйка квартиры, действительно можно наткнуться на без преувеличения огромное количество подобных случаев. Где-то, как по дому на Красноармейской, уже есть положительное судебное решение по демонтажу конструкции. Документ давно находится в работе у судебных приставов. Но ВОЗ, то есть балкон, и ныне там. А представители надзорного ведомства не могут или не хотят проявить принципиальность. Отсутствие реальных фактов приведения фасадов зданий в прежнее состояние плечет за собой новые установки либо строительство, если речь идет о первых этажах. Вот эти вот, которые делают, стенки ломают промежуточные, все такое. Будут заставлять восстанавливать место и приустройки тоже будут. Вроде и не было раньше на этом месте пристроек. А теперь они как на дрожжах, сразу в нескольких экземплярах. Что по Кооперативной или Кирова, что по Красноармейской, где кому-то даже пристроенного участка не хватило. Захотелось отдельным балконом обзавестись. Что по Советской, где человек себе отдельный вход соорудил. Все это вряд ли прописано в документации. Но удастся ли привести фасады жилых многоэтажек к проектным решениям, пока неизвестно. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели. Школьники, педагоги, депутаты, чиновники, общественные деятели, полицейские 3 сентября сели за парты. В этот день по всей стране прошла патриотическая акция «Диктант Победы». Корочево-Черкесии к ней присоединились более 2000 человек. Площадки были организованы в образовательных учреждениях, в войсковых частях, музеях, техникумах и даже в детских садиках. По тропам истории прошлась и наша съемочная группа. Наши деды и прадеды прошли с оружием в руках от Москвы до Берлина. Сражались в партизанских отрядах, работали на заводах и верили, что, как бы тяжело ни было, победа будет за нами. «Диктант Победы» – это просветительская акция, направленная на привлечение дополнительного интереса общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет. 17-я гимназия Черкеска стала одной из 33-х площадок, развернутых в республике для проведения этой акции. Здесь гостей встречали торжественно. «Диктант Победы» Радует то, что интерес к этой акции растет из года в год, особенно среди молодежи. И это еще один повод для нас с вами вместе вспомнить наших родных и близких, ветеранов, тружеников тыла, партизан, фронтовиков, всех тех, кто ковали эту победу. В этот день, конечно же, звучали песни военных лет, которые весьма проникновенно исполнили ученики школы. В фойе была развернута выставка. Ее организаторы оживили нашу историю во всех ее красках, от опеняющей майской эйфории 1945-го до пронесенной сквозь поколения горечи утрат. «Во время проведения диктанта Победы вы должны соблюдать правила. Пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации запрещается». Далее участников акции проводили в классе. Рассадили по одному человеку за парту. Всех экзаменуемых попросили подальше спрятать телефоны и не подглядывать в шпаргалки. На задание участникам акции было отведено 45 минут. Им нужно было справиться с 25 вопросами. Одной из первых из аудитории вышла Алана Шаманова. «Диктант был не очень сложный. Для людей, выкающихся, изучающих нашу историю, это было бы не так сложно. Но мы, школьники, знаем не так много, как взрослые люди. Но вопросы, где нужно было самому писать краткий ответ, были немного сложными. Вопросы с краткими ответами, с отмечением ответов были не такими сложными». Старшеклассники, написавшие диктант на «отлично», смогут прибавить 5 баллов к результатам ЕГЭ. Своеобразный экзамен по истории в этот день сдавали не только школьники, но и их педагоги, депутаты разного уровня, чиновники и общественные деятели. Конечно, они за хорошими оценками не гнались, но всё же решили принять участие в акции и проверить свои знания. «Были моменты, когда немножечко задуматься пришлось, потому что в школе немножко учился давно, скажем, в 79-77 году я окончил школу. Но вопросы были довольно-таки несложные. Поэтому, если немножко вникнуть, можно даже интуитивно было ответить». «Неожиданно нас позвали, посадили на этот диктант. Мне было очень интересно. Задумалась, конечно, но вспомнила, проверила свои знания». «Каким вопросом задумалась?» «Вот я думаю, там памятник один. Вот так я и не вспомнила, как название этого памятника». «Сейчас погуглите, наверняка будете смотреть?» «Буду смотреть, искать, на какой вопрос я не смогла ответить». В принципе, к акции мог присоединиться любой желающий. Исторический экзамен писали как в очной форме, так и онлайн. Для этого необходимо было зарегистрироваться на сайте «Диктант Победы РФ». Впрочем, уважение к подвигу советского солдата исчисляется не только в знаниях, но и в поступках. Уже не один год на территории нашей республики действуют волонтёрские отряды, которые оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. «Мы, конечно, активно принимаем участие в решении бытовых вопросов. Кому-то помогаем в больнице лечь, кому-то, ну, практически мероприятия, кому-то помогали колодец восстановить, кому-то остерклить в квартире окна, кому-то забор починить. Ну и просто даже вот такие элементарные вещи, как интернет. Многие ветераны достаточно внимательно следят за текущей обстановкой в стране, пользуются средствами массовой информации, в том числе и интернета. Вот одному из ветеранов недавно проводили интернет. Сказать спасибо ветеранам можно по-разному. Пока живопамять, трагические события не повторятся. Адима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Последние данные о новых случаях заражения коронавирусом снова напомнили жителям Карачао-Черкесии о необходимости соблюдать меры предосторожности. С каждым днем медики фиксируют все большее число заболевших. Некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило власти региона и Черкеска вновь прибегнуть к непопулярным, но необходимым шагам. Так, по поручению мэра республиканской столицы Алексея Баскаева рабочие группы в составе представителей нескольких надзорных ведомств проверили соблюдение на торговых объектах и в общественном транспорте требований по профилактике коронавирусной инфекции. Подробности в нашем сюжете. Уважаемые пассажиры, вход в троллейбус строго в масках и перчатках. Соблюдайте дистанцию полтора метра. Информационные объявления подобного содержания теперь встречают клиентов общественного транспорта региональной столицы. Пока не особо понятно, как к этому отнесутся сами пассажиры. Но водителям автобусов и троллейбусов настоятельно рекомендовано соблюдать профилактические меры. Тем более, что ранее вводимые в Карачаево-Черкесии этапы снятия ограничений не отменяют соблюдение масочного режима в общественных местах. Думаю, не забываю маску. У вас там вывески все есть? Да, да, шина клеена. Антисептик все стоит? Это антисептик? Да, да, да. А где табличка? На дверях? На входе. Причина возврата к более жестким мерам кроется в ежедневном росте количество новых случаев заражения опасной инфекцией. По официальным данным, в регионе с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом приближается к 5,5 тысячам человек. Жаркий период лета несколько ослабил напряженность, в том числе в работе медиков. Но с началом осени все может вернуться к весеннему сценарию с оговоркой, если население не вспомнит о необходимости соблюдения санитарных правил. На данный момент мы обследовали по несколько единиц автобусов и троллейбусов. Выявлены незначительные нарушения. Данные нарушения зафиксированы соответствующим образом и будут направлены в Роспотребнадзор, в прокуратуру города Черкеска для принятия мер к перевозчикам с целью недопущения данных ситуаций. Любопытно, что все перевозчики были заранее предупреждены о необходимости оборудовать транспорт в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Антисептик доступен для пассажиров месте. На водителей в обязательном порядке средства индивидуальной защиты. Кто-то воспринял это всерьез, но большинство, видимо, посчитали излишней мерой. Антисептик имеется? Где антисептик? Бэрия города. Масочный режим предупреждали. Нет маски? Нет. В числе проверяющих были и представители автотранспортных предприятий города. Поэтому нет сомнений, что все нарушения будут оперативно доведены до их руководителей и устранены. В эти дни проверки были организованы и на объектах торговли и оказания услуг. Большинство из них – специалисты мэрии Черкеска, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские – посещали не раз. Где-то рекомендациям следуют до сих пор, других сочли, что ограничения давно сняли. Соблюдается ли масочный режим? Весь город ходит без маски. Где-то объявляли, где-то висит объявление, что масочный режим. В чем-то понять предпринимателей можно. На улице мало кто соблюдает масочный режим. Клиенты многих магазинов также ходят без средств индивидуальной защиты. Однако озвученные еще весной требования к коммерсантам никто не отменял. В первую очередь мы обратили внимание на маски, то есть соблюдается ли масочный режим. Потом на разметки, то есть соблюдение полтора метра. А после антисептики, то есть при входе в каждом магазине должны быть антисептики, влажные салфетки и маски. Проверяющие напомнили персоналу этого магазина, что правила едины для всех. Их несоблюдение в дальнейшем может аукнуться штрафными санкциями, а то и при остановке деятельности торгового объекта. И это не единичный случай. Где ваша маска? В сумке. Ну давайте. Соблюдается, соблюдается. Просто на данный момент пока нет. Чего нет? Ну я отходила, только подошла просто. Антисептики все есть у вас? Есть, у меня все есть. Я только подошла. Пока далеко не все торговцы воспринимают всерьез возврат властей к весенне-летним проверкам. До поры до времени. А вот эта торговая территория оборудована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Есть стол с антисептиком, перчатки для клиентов, а также такая табличка для посетителей. Но и здесь эксперты обнаружили недоработки. Они вывесили вход в супермаркет только в маске. Нет, для тех, у кого нет, они должны, по идее, предоставлять. Должны предоставлять, но его нет. Да, только вот здесь. А вывеска есть. У предпринимателей вполне вероятно также появятся вопросы к проверяющим. На каком основании они должны будут принимать те или иные решения в отношении клиентов? Можно ли обязать посетителей соблюдать масочный режим и установленную даже в виде разметки дистанцию? Как бы то ни было, всем надо понять, что без выполнения рекомендаций велика вероятность возврата ряда прежних ограничительных мер, которые понравятся куда меньше некоторого дискомфорта из-за ношения масок. Представители надзорных ведомств планируют и дальше проводить профилактические рейды. Не исключено, что повышенное внимание будет уделено и мероприятиям с многочисленным составом участников. Артур Мыхцемиха Каракелян. Итоги недели. Напомнить водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, об уважительном отношении к другим автомобилистам, пассажирам и пешеходам, среди которых после летних каникул прибавилось большое число малолетних граждан. Такие задачи стояли перед сотрудниками ГИБДД Черкеска при проведении нескольких профилактических рейдов на улицах региональной столицы. И если к официальным перевозчикам вопросов и претензий почти не возникло, то к водителям легкового транспорта их было немало. Подробности в следующем сюжете. Ну, что-то говорил, что вроде отключают, отменили вроде бы. Нет, никто не отменял. А о таком правиле вы знаете? Когда есть пробел в знаниях, проще всего выбирать именно такие варианты ответов. Получить отлично не выйдет, но вдруг экзаменаторы из жалости поставят удовлетворительно. Или, как в случае с рейдом автоинспекторов, могут на первый раз простить нарушителя. Сегодняшнее мероприятие направлено на профилактику детского дорожного транспортного травматизма и в целом на выявление нарушений ПТД водителями. Основным видом нарушения, которое сегодня выявляется на сегодняшнем мероприятии, является нарушение правил пользования внешними световыми приборами. А именно выявляются водители, которые не используют при движении транспортного средства ближний свет фар или дневные ходовые огни, что предусмотрено пунктом 19.5 правил дорожного движения. Полицейские объяснили, почему соблюдать данное требование действительно необходимо. Издалека не всегда заметно, движется автомобиль или нет. Может, он припаркован у обочины. Поэтому включенный ближний свет как бы даёт знать пешеходам и другим водителям, что транспортное средство приближается. Соблюдение данного требования может послужить опознавательным знаком того, что транспортное средство, которое находится вдали, для них будет более лучше видно. Как показал рейд на улице Парковой, большинство автомобилистов помнят о необходимости соблюдать это правило. Но далеко не все. Забывчивость или незнание тому виной непонятно. Но в иной ситуации подобная оплошность может привести к трагическим последствиям. Тем более, что после летних каникул на улицах Черкеска значительно увеличилось количество пешеходов. Малолетних пешеходов. Стражи порядка просят водителей быть очень внимательными на дорогах региональной столицы. Еще один рейд полицейские провели в отношении перевозчиков. Ранее мы не раз рассказывали о претензиях горожан к состоянию общественного транспорта. С тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Однако, как показывает практика, проверки необходимы, чтобы водители и руководители автотранспортных предприятий лучше чувствовали ответственность за свою работу. Особое внимание уделяем транспортным средствам, чтобы они находились в надлежащем виде, чтобы конструкция соответствовала требованиям безопасности дорожного движения. То есть, чтобы никакие изменения в конструкцию не были внесены, а также, чтобы транспортное средство находилось в чистом опрятном виде. Напоминаю вам, при перевозке пассажиров, чтобы обращение было вежливое, тактичное, не курили за рулем, надлежали, чтобы ваше транспортное средство было в надлежащем образе, чтобы в такой частоте вы всегда его содержали. Водители должны понимать, что они в ответе за жизни и здоровье своих пассажиров. Впрочем, и клиентам необходимо помнить, что они тоже могут стать причиной создания на дороге аварийной ситуации. У меня остается 5 метров. Если я не заторможу, то есть я эту машину собью, получается, ДТП будет. И в этот момент у меня люди уже встают и идут. Хотелось бы у пассажиров попросить, чтобы они до последнего, до полной остановки автомобиля сидели. И деньги потом, как говорится, здоровье вперед, деньги потом. Некоторые готовы говорить о нехватке тех или иных маршрутов. Но это чаще люди преклонного возраста, которым порой довольно сложно преодолеть пешком лишние сотни метров. Впрочем, большинство пассажиров устраивает любое состояние общественного транспорта. Главное, чтобы довез до места. Остальное не столь важно. Артур Махцемиха, Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели. 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, российские разработчики при поддержке Фонда президентских грантов представили мобильное приложение «Выставку военной техники в ребенке Великой Отечественной войны, дополненной реальности». Любой желающий с помощью смартфона может рассмотреть поближе и с разных сторон 3D-модели различного вооружения и боевых машин. К примеру, танк Т-34 или легендарную «Катюшу». А также узнать интересные факты, технические характеристики и историю экспонатов. Презентация выставки прошла и в столице Карачао-Черкесии. Какие только экспозиции не представляли аудитории работники Карачао-Черкесского музея-заповедника. Но, пожалуй, подобной в их практике еще не было. Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Ее экспонаты не уместить в выставочном павильоне. Но этого и не требуется. Выставка виртуальная, но зато в дополненной реальности. Каждый экспонат зритель может сам разместить на любом понравившемся ему месте, хоть у себя дома. Выставка проходит не только в нашем регионе, но и во всех регионах России. Именно сегодня в 12 часов дня во всех регионах России прошла эта выставка. Приложение в дальнейшем будет работать. Единственное, мы сегодня на целый день оставляем наш баннер. Все желающие могут подходить, сканировать штрих-код и в последующем использовать как бы для того, чтобы просвещаться. Ручные гранаты, автоматы, танки, самолеты – все, что стреляло, взрывало, слетало и ездило по фронтовым дорогам. Чтобы рассмотреть со всех сторон вооружение, с помощью которого 75 лет назад была добыта Великая Победа, нужно с помощью QR-кода скачать приложение AR-75 или просто найти его в поиске. Каждый экспонат сопровождается голосовой аннотацией с историей создания техническими характеристиками и интересными фактами о нем. Первое боевое применение «Катюши» состоялось 14 июля 1941 года. Батарея под командованием капитана Флёрова уничтожила крупное скопление немецкой техники под Оршей. С тех пор «Катюши» участвовали во всех крупных операциях Красной Армии, приближая Великую Победу. «Мы волонтёры Победы именно Карачаево-Черкесского государственного университета. Мы люди такие, которые продвигаем. Все люди начали забывать, кто на самом деле победил фашизм. Наши российские технологи, айтишники создали вот такую программу AR-75. Это всё было создано благодаря трём нашим спонсорам, а именно фонду президентских грандов, которые выиграли и молодые, умные ребята, технологи, айтишники». Правда, далеко не все оказались в восторге от айтишников, разработавших эту, безусловно, полезную программу. Как говорится, задумка хорошая, но исполнение подхрамывает. К сожалению, приложение работает нестабильно и далеко не на всех устройствах. В ответах на отзывы разработчики объясняют, что технология дополненной реальности достаточно новая, и если смартфон её не поддерживает, то проблему никак не решить. Ошибки же пообещали исправить. А вот санкт-петербургские айтишники в этот же день и по этому же поводу сделали всё безупречно. Это не фантастика, а шоу дронов «Мирное небо». 2198 беспилотников синхронно поднялись ввысь и начали выстраиваться в различные фигуры, отражающие подвиг победителей Великой Отечественной войны. Размер самой большой фигуры достиг 600 метров. И это шоу, и виртуальная выставка вооружения, о которой говорилось выше, безусловно, хорошие примеры новых, интересных форматов для привлечения молодого поколения к изучению истории своей страны. Руслан Альбутов, Михаил Каракелян. Итоги недели. Продолжение следует...